Начинаем восхождение. Итак, начинаем восхождение в прежнем составе. Вышли с поляны сказок в 8 часов утра. Вот и вышли уже к началу Боткинской тропы. Боткинская тропа, здоровье и красота. Сейчас пересекем мостик. Так, отвечаю на вопрос, сколько шагомера у нас нет. Но нам предстоит пройти 112 километров от начала Боткинской тропы. 112? 112. А немного ли? Нормально. Итак, мы уже вошли в лес, продолжаем путь. Итак, на нашем пути встретился первый водопад. Но цель нашего путешествия намного выше и дальше. Хотя это такой неслабый. Вдали виднеется скала Ставрика Я. Высота 663 метра, кстати. И открывается панорама Черного моря. Кажется, на две трети. А ну, что подсказывает интуиция? Куда? Нет, туда Боткинская прошла. А мы же по устью должны. Нет, эта река нам вообще не нужна. Она, кстати, появляется только весной. Айдимитрий, вот это вот урочище Айдимитрий. Сейчас вот река есть. Вот туда падает водопад, который мы видели снизу. Да, здесь все в папоротнике. Но еще рано. Зато вот какие на соснах зеленые. Вечно зеленые. Вот Боткинская тропа, кстати, была проложена. По-моему, в 1901-1902 году. И так, проходим через Бурелом. Вот мы уже обходим Ставрикая. Приближаемся к киселе Ставрикайской. Вот, ну да. Да, ну так, бескомпромиссно. Прямо сразу наверх. Здесь далеко подниматься. Вот мы и подошли к киселью. Яузлар. Внизу течет река. С одноименным названием. И немножко дальше уже будут первые водопады. На пути начинают встречаться первые окаменелости. Остатки кораллов. Всякие разнообразные окаменелости встречаются. Кораллы. Моллюски двустворчатые. И так мы подошли к первому водопаду. Вот, кстати, новый мост сделали. Это джакузи. Джакузи. Настоящее джакузи. Сделать. Поднимаемся, поднимаемся. Ты так хочешь? Ты так хочешь? Сделать. Продолжение следует... 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 А куда его применяют? Просто ласкают, просто заваривают, как ароматическая добавка в чай. Антибактериальное, антитептическое действие. Ванночка. Антибактериальное, антитептическое действие. Ну вот, туман как бы снова рассеялся. Выше идем. Вот, идем выше в ту сторону. По правому, если по течению. Поднимаемся все выше и выше. Ну, то какой-то экстремал там, впитал. А куда применяется? Откаркивающая средства. При простудном, да? Да. Не знаю, будем пытаться. Так, дошли, вот, до точки. Как дальше? Идем вниз. Можно попробовать. Нет, обратно не слезу. Вот, вот в том-то все и кино, что туда залезть реально. А вот назад будет сложно. надежнее. Но. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Можно пройти? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Этическая сила! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Главное, что дошли! Добро пожаловать на наш канал! 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 Вот куда нас занесло, да? Звучит музыка. Звучит музыка. Под конец дня погода настраивается. Туман полностью рассеялся. 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 Дальше. В поисках подснежников водопадов мало показалось. Итак, первый крокус на нашем пути. Крокусом немерено вокруг целые поляны. Мы спустились с водопадов и опять поднявшись оказались под утесом Таврикая. Да. Вдали Ялта, которой не видно. Представляешь, действительно под самым плата, считай, были. А можжевелую, смотри, какие старые. Вот. Вот. Если они пойдут не туды и спустятся, к примеру, в Кучан-Су даже, а транспорт там уже не будет ходить, им еще пять километров до трассы придется идти. Ну и так, значит, сегодня совершили путешествие с водопадом Яузлара. Местами там камера вот так, это у меня руки дрожали. Дрожали не ноги, а почему-то руки. Поднялись, считай, к верхнему, то есть дальше уже там нереально по скалам лезть. Но это благодаря Ине. Под самым плата. Под самым плата, да. Это был, действительно, подвиг с ее стороны. Я бы, реально, сам бы туда не полез. Не каждый мужчина может забраться туда, где мы побывали. Это, действительно, была большая победа. В общем, вот мы сегодня так и. Слава героям! Удачный день, как бы, не зря прошел. Это, действительно, была победа. Увидели водопады. У меня себе, где мы были. Тяжело им в любом случае будет. Они поздно, походу, вышли, потому что такое время только добраться сюда. Да, правильно ты говоришь, если бы камера еще передавала то, что мы видели, потому что одно дело вот так вот, а другое дело эмоции, живые эмоции. Когда карабкаешься по скалам, ты не знаешь, как будешь спускать. Да, когда я спросил, как мы будем спускаться. Залезли, залезли. Как будем спускаться. Правильный ответ был, жить захочешь, будешь спускаться. Однозначно, это было немножко сложновато. Я так скромничаю, немножко сложновато. Но, тем не менее, мы это сделали. Так, ну, пожалуй, на сегодня водопадов хватит, да? Ну, там ходи. Вот еще одно чудо природы. Подснежники. Здесь целые поляны. Ага, реально пахнет. Целые поляны подснежников. Но растут они только в одном месте. Вот. Я вспомнил, что они здесь есть. Это другой приток Яузлара. Пожалуй, это последний водопад на сегодня. Здесь тоже высота такая не слабая. Здесь тоже высота такая не слабая. Ага. 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 А солнце таки скоро сядет, не успеют они. Я, кстати, тоже подумала, потому что ты говоришь по Сократам, но там Сократы такие... Ну, это знаете, они не знают, даже если они к Учанцу и выйдут. Итак, мы с этого места вышли, или не с этого, с Поляных Сказок вышли, 8 часов. Сейчас 15.40. 15.40, вот фактически за 7-8 часов мы успели подняться к верхним водопадам и ещё спустились в левый приток Яузлара. Ну, в общем, прошли довольно-таки много, 112 километров. Ну, я сказала, что больше. Ну, да, как я начинал. Красиво. Опасный мост. Выходим цивилизацией. Вот, что и следовало доказать, смотри. Боткинская идёт до Ставрикая. Нет, не до Ставрикая. До Ставрикая, да. Это вот тропа к водопаду, вот это, что это? Нет, это наплата. Это наплата. А где чёрный? Водопад синенький с красным. И спускается к водопаду. Вот я смотрю, маркировка. Тропа к водопаду. Но тут нету маркировки чёрного. Здесь понятнее. Оно-то я не приметила. Да, 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 там карта рельефа. Здесь, смотри, вот, вышли, дошли до Яузлара, перешли мостик. И Боткинская идёт до Ставрикая на вершину. А мы их где-то, где-то, где-то и попёрли наверх, да? Мы по речке пошли, где мостик. По вот этой? Да, водопад Яузлары и попёрли наверх до Платочки. Вот. Смотри, а слона-то я и не заметил. Точно, начинается от Поляных сказок и заканчивается на горе Ставрикая, Боткинская. Протяжённость 4,5 километра. Вот. Три варианта. Если начать читать отсюда, можно понять. Если смотреть сюда, можно сообразить. Смотреть туда, надо уже понимать, короче, о чём речь. Что они пьют? По-другому можно сказать. Ихватило же смелости, храбрости или чего. Но там вдали он, замок Дракулы. Дикие козы и оленей, да? Или козлы. Или козлы. Ихватило. 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 Ихватило.